Да, можно говорить, во всех странах говорить, действующая власть. Действующая власть говорит с оппозицией. Но у Плохотника бывает бассал, у него не бывает партнеров, у него бывают бассалы, шестерки, Юры, Лянки, Димпы и все остальные, которые вы видели, понимаете? Я и бассал, ну, я думаю, у меня на лице все написано, но я там заострять внимание не буду, понимаете? А Игорек, понимаете, то есть он его кормит, знаете, причем он кормит его настолько быстро, ну, то есть не то, что быстро кормит, а кормит, ну, например, там птиц кормят утром и вечером, знаете, а нашу Плохотник там может кормить шесть раз в сутки. И это приводит к тому, что птица как бы становится бройлерной, значит, и долго не может стоять на ногах, то есть у него начинает, у бройлера уже какая-то... Основная проблема, что не выдерживают ноги, так как они набирают вес быстрее любых других птиц, и ноги не выдерживают, они больше сидят на земле, понимаете? Поэтому, как бы, ситуация с социалистами, она такая, то есть Плохотник сегодня кормит, кормит, и в один день просто им спустит жир, понимаете? Это будет очень жестоко. И Додон, если не проснется из этого сна в ближайшие дни, если Игорь не перестанет быть президентом по вызову, да, где там надо, там, вокруг Приднестровья, там Плохотнюк с Порошенко одну игру играет, Додон, значит, по вызову выходит, там, кричит, сказал Плохотнюк Додона, там, Игорь... Куркан, трепь держит в диспус к усатой бандит, Додон, есть, вышел, па-па-па-па-па-па-па, кут-кут-кут-кут-кут-кут, сейчас страна в шоке. Игорь, надо выйти, сказать, там, надо нагнуть Приднестровцев, не очень получается у нас ситуация по электроэнергии, надо их начать прессовать и так далее. Знаешь, что выходит об этом? Кут-кут-кут-кут-кут, и опять на кут-кут-кут-кут, значит, пришли туда-куда, куда пришли, понимаете? Поэтому Игорь, если не перестанет быть президентом по вызову, то мы будем иметь самого большого президента страны, президента Путану в истории всей мировой политики, понимаете? Поэтому, ну, знаете, то есть, когда приподняли платье, но его не сорвали, то есть, можно еще что-то делать, а вот когда сорвут платье и уже будет стоять у березки, то, ну, уже точно ничего не получится. Поэтому это его жизнь, это его проблемы. Значит, сегодня мы должны быть вместе, мы не должны висеть ни на какие провокации, организованные или одним, или вторым, или там всеми вместе взятыми, да? Сегодня мы должны вместе попытаться мобилизовать, мобилизовать диаспо, мобилизовать тех, которые находятся за рубежом, которым не безразлично то, что происходит в стране. Ребят, мы однозначно сможем все изменить. Мы сможем все изменить, но для этого мы должны не только хотеть, но и для этого мы должны двигаться вместе и должны двигаться только вперед. Поэтому ситуация примерно такая. Продолжение следует...